Здравствуйте! Спасибо большое за возможность выступить сегодня. Как уже было сказано, мы с Дмитрием Дмитриевичем являемся коллегами, это мой заведующий. Мы работаем в одном отделении, занимаемся одними проблемами. Мой доклад более специфичный, взаимовытекающий из нашей первой работы. Разрешите представить вашему вниманию опыт проведения экстракорпоральной детоксикации или заместительной почечной терапии при осложненном течении рака шейки матки. Я являюсь представителем отделения анастезиологии и реанимации онкодиспансера города Иркутска. И в нашем отделении концентрируется преимущественно пациенты с острой печеночной и почечной недостаточностью. Немного об актуальности проблемы. Рак шейки матки стабильно занимает третье место среди онкологических поражений органов репродуктивной системы женщин в Российской Федерации. В последнее время прослеживается рост заболеваемости в возрастной группе до 40 лет, что представляет собой важную экономическую и социальную проблему. Это связано с ранним началом половой жизни инфицированием вирусом папиллом у человека. Опухолевое поражение при раке шейки матки, по некоторым данным, на третьей-четвертой стадии выявляется почти у 35% больных. Запущенные формы рака шейки матки могут осложняться обструкцией стенозом мочеточников, развитием гидронефроза и, как следствие, острым почечным повреждением пастренального генеза. В патогенезе постренальной дисфункции почек лежит повышение давления в канальцах за счет дистальной обструкции, что, в свою очередь, приводит к снижению давления клубочкой фильтрации. Что же такое острое почечное повреждение? Это синдром стадийного нарастающего поражения почек от минимальных изменений почной функции до полной ее потери. В 2011 году Международным комитетом по улучшению глобальных результатов лечения заболеваний почек ДИГО были пересмотрены рекомендации по диагностике и лечению острого почечного повреждения. На слайде представлены критерии этого пересмотра, к которым относятся повышение сывороточного креатинина более 26,5 микромоль на литр в течение двух суток или повышение сывороточного креатинина в полтора и более раз в течение семи дней или явление олигоанурии. ОПП диагностируется при наличии хотя бы одного из этих критериев. Как вы видите, это достаточно небольшие изменения уровня шлаков и темпа диуреза, но они приводят к неблагоприятным исходам. Женщины с посттренальным острым почечным повреждением поступают в наше отделение ввиду необходимости проведения заместительной почечной терапии. Иначе они погибают от остановки сердца на фоне гиперкалиемии или гиперосмолярного отека головного мозга. Наше исследование. Мы проанализировали результаты лечения 46 пациенток, страдающих раком шейки матки. В течение онкопатологии у данной группы женщин осложнилось развитием острого почечного повреждения посттренального генеза. Все они проходили лечение в онкодиспансерии города Иркутска с 2013 по 2017 года. Средний возраст больных составил 50 лет, из них 26% являются младше 40 лет. Распределение исследуемой группы по стадиям рака шейки матки показало, что 52% женщин имели четвертую стадию, 43,5% – третью стадию и оставшуюся вторую стадию рака. Отдаленные результаты лечения мы оценивали методом Каплана Мэйра. Диагностика острого почечного повреждения осуществлялась на основании клиника лабораторных данных, инструментальных методов исследования почек и мочеводящих путей и использования классификационной системы ГДИГа. На слайде представлены основные симптомы у данной когорты пациентов при поступлении в отделение реанимации. Как вы видите, у 100% женщин выявлялась сюремия или повышение уровня креатинина и мочевины сыворотки крови. В 80% случаев определялся отечный синдром, который включал в себя отеки конечностей, мягких тканей туловища, скопление жидкости в полостях тела, плеврально-прешной перикарди, вплоть до развития носарки. В 63% случаях определялась артериальная гипертензия, обусловленная преимущественно гиперволимическим синдромом. Она имела злокачественный характер и тяжело купировалась гипотензивными препаратами. Тошнота в 56% случаях и реже рвота развивались на фоне уремической энтеропатии, которая также сопровождалась потерей массы тела, тяжелой гипопротеинамией и запорами. Снижение диуреза. Олигоурию или анурию мы выявляли у всех женщин, практически в равных долях. То есть либо анурия была, либо олигоанурия. Снижение диуреза зависело от степени обструкции мочеводящей системы опухолевой тканью. Анурия не имела острый характер в связи с постепенным ростом новообразования. Реже встречались нарушения сердечного ритма и геморрагический синдром. По большей части пациентки поступали к нам с анемией тяжелой или средней степени тяжести. Гемоглобин при поступлении составлял в среднем 76 грамм на литр. Выделяют продленные, интермитирующие и гибридные методики заместительной почечной терапии. В нашей реанимации, как уже было сказано Дмитрием Дмитриевичем, мы имеем возможность использовать и те, и другие. У пациенток с посттренальным острым почечным повреждением мы применяем обычно интермитирующий гемодиализ. Гораздо реже продленные процедуры. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, и об этом я буду говорить далее. К сожалению, в литературе отсутствуют четкие показания к старту заместительной почечной терапии. Особенно это касается онкологических больных. К общим показаниям относятся уровень азотемии, уромические осложнения, снижение диуреза, метаболические нарушения и гипергидратация. Мы в своем отделении имеем локальный протокол для выбора оптимальной стратегии заместительной почечной терапии и времени ее начала, который представлен на слайде. В нашем случае основным показанием к началу заместительной почечной терапии является жизнеугрожающая гиперкалиемия, более 6,5 ммл. После первичного осмотра и диагностических исследований мы выполняли катеризацию центральной вены двухпросветным венозным катетером, обычно диаметром 12 френчей. Такой диаметр обеспечивал достаточный градиент, способствующий продвижению крови через экстракорпоральный контур. Чаще всего катеризировалась внутренняя яремная вена, реже подключичная и бедренная. Сеансы интермитирующего гемодиализа проводились с учетом водно-электролитного баланса пациентов. В обычных случаях продолжительность сеансов составляла 3-5 часов, применялся бикарбонатный диализный раствор. Поток диализата составлял примерно 300-500 мл в минуту, поток крови 250-300 мл в минуту, а объем ультрафильтрации зависел от перегрузки организма с жидкостью, в среднем 3-5% от массы тела больной. В процессе всех процедур осуществлялся мониторинг реально диализной дозы, обеспечение физиологичной температуры потока диализата, динамическое профилирование параметров терапии. В общей сложности у 46 женщин было выполнено 119 процедур интермитирующего гемодиализа. Недостатком этого метода является развитие гемодинамического стресса, гиповолемии и гипотензии, обусловленного быстрыми водно-осмолярными и электролитными изменениями. Основным осложнением, возникавшим именно после первого сеанса гемодиализа, являлся дезэквилибриум-синдром. Причины его развития не получили однозначного объяснения. По одним данным, его возникновение объясняется быстрым снижением уровня очевидной в сыворотке крови. Тогда как в ткани мозга сохраняется ее высокая концентрация. Это приводит к транслокации воды в нейроны для уравновешивания осматического градиента и развития отека головного мозга. По мнению других, дезэквилибриум-синдром обусловлен спазмом центральных сосудов на фоне урагмической интоксикации. Данный синдром может развиваться или в конце сеанса ЗПТ, или через некоторое время после. Проявляется сочетание тошноты, рвоты, артериальной гипотензии, нарушением сердечного ритма, судорог и дезориентации. В группе риска развития дезэквилибриум-синдрома мы выделили женщин старше 50 лет, у которых уровень мочевинной крови составлял свыше 40 ммол на литр и выраженным синдромом гипергидратации. У таких женщин мы выполняли водный малоэффективный гемодиализ. Таких пациенток было 11. У двух пациенток из данной группы исследуемой были применены продленные методы ЗПТ в связи с наличием отека головного мозга и острой левожелудочковой недостаточностью с нестабильной гемодинамикой на фоне синдрома гипергидратации. Конкретно применялась продленная гемофильтрация. Оптимальная дегидратация достигалась медленным, но непрерывным удалением жидкости, не провоцирующим эпизоды гиповолемии, и переносилась удовлетворительно. Объем ультрафильтрации также был индивидуален, зависел от выраженности гипергидратации. На данном слайде представлены уровни снижения показателей уремии у наших пациентов. Как вы видите, после первого сеанса интермитирующего гемодиализа мы добивались снижения уремии примерно в два раза. Креатинина с 1300 до 70-30 микромоль на литр и мочевина с 37 до 19 ммоль на литр. Для профилактики тромбообразования в экстракорпоральном контуре мы проводим антикогулянтную терапию. При интермитирующем гемодиализе мы используем обычно низкомолекулярные гепарины. Как уже было сказано, это либо дальтопарин, либо иноксопарин. При продленных методах ЗПТ мы вводили в экстракорпоральный контур нефракционированный гепарин под контролем с вертологией. У пациенток с высоким риском кровотечения антикогуляция не применялась. После снижения показателей азотемии методом выбора отведения мочи являлась транскутанная пункционная нефростомия. Это обусловлено прогрессирующим экстенсивным опухолевым сужением мочевых путей и неэффективностью стентирования мочеточников. Степень расширения чашечной лоханочной системы оценивалась с помощью ультразвуковой сонографии. В 20% случаях выявлялся односторонний гидронефроз, в 80% – двухсторонний. В случаях, когда технически невозможно было провести транскутанную установку мочевого дренажа, восстановление пассажа мочи осуществлялось путем люмботомии с последующей установкой либо нефростомы, либо уретрокутанную устомы. После восстановления тока мочи у 26 пациенток развивалась стадия полиурии. У остальных пациенток диурез остался в пределах нормы. Пик увеличения диуреза наблюдался на вторые сутки и составлял 9 литров в среднем. Затем равномерно снижался к пятым суткам. С целью коррекции валимического статуса мы применяли сбалансированные кристаллоидные растворы. После восстановления адекватного диуреза и снижения азотемии пациентки переводились в профильное отделение. Затем 7 пациентам было продолжено специальное лечение онкологической патологии, а от 39 была рекомендована симптоматическая терапия. Проведенный статистический анализ заболевания показал, что средний уровень продолжительности жизни в группе больных, получивших ЗПТ, транскутанную нефростомию и химиолучевую терапию в полном объеме, составил 13,5 месяцев. В группе пациенток, получивших только лечение острого почечного повреждения и восстановление тока мочи, средний уровень жизни составил 3 месяца. Ну и в заключении, хотелось бы сказать, что рак шейки матки представляет собой актуальную проблему в связи с ростом заболеваемости и смертностью у женщин фритильного и трудоспособного возраста. Острое почечное повреждение у таких пациенток резко утяжеляет прогноз заболевания и сопровождается значительной летальностью. На фоне острого почечного повреждения и грубых водно-электролитных нарушений специальное противоопухолевое лечение пациентам не проводится. Применение ЗПТ и восстановление тока мочи увеличивает продолжительность жизни этих пациенток на 3 месяца. ЗПТ в комплексе с восстановлением от тока мочи и специальным химиолучевым лечением позволяет смещать медиану продолжительности жизни до 13,5 месяцев. То есть данный комплекс мероприятий повышает шансы пациента в борьбе за выживаемость при осложненном течении заболевания. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, будут у вас вопросы? Да, Михаил Иванович, пожалуйста. Конечно. Вы чуть-чуть упомянули малоэффективный гемодиализ. По каким критериям вы... Понятно, но почему данная методика... Вы обосновали, что подходили выборочно. Почему именно вот такой был выбран подход? Спасибо большое за вопрос. Ну, как я уже говорила, этот синдром, в основе этого синдрома лежит именно нарушение обмена мочевины. При гемодиализе происходит очень быстрое выведение мочевины, которая является малой молекулой. И в клетках эта мочевина еще остается. То есть не происходит такой быстрой транслокации из клеток в кровь, как из крови в диализат. Вот, то есть как бы мы всегда смотрели на уровень мочевины. Дальше, чем старше пациентки, тем как бы хуже... Мы считали априори, что у них хуже как бы обменные процессы. То есть уже как бы в связи с возрастом могут нарушаться водные... Ну, просто как бы имеется водно-электролитные нарушения. Ну, и выраженный синдром гипергидратации, который также подразумевал отек мозга, был фактором риска. И водный малоэффективный гемодиализ, как мы проводили, это двухчасовой диализ с очень низким потоком диализата, чтобы вот как бы медленно вывозить мочевину. Я понял, большое спасибо. Просто дело в том, что, к примеру, в нашем отделении при выборе интермитирующих методик, то есть получается мы... Понятно, что пациент с ОПП, но клинически при выборе этой методики получается, что мы вводим пациента в элементы хронического гемодиализа. И в этой ситуации мы применяем короткие сеансы по часу, но несколько раз в сутки. И практически данных осложнений мы не имеем. У вас не было технической возможности, да, видимо, выполнения нескольких сеансов в сутки? Нет, ну вот мы выполняли по два часа и точно так же как бы делили уже... Ну, один раз в сутки, правильно я вас понимаю? Что? Один раз в сутки... Ну, вот первый был сеанс, как бы, в основном, это чаще всего эти пациентки к нам вечером поступают. То есть вот, как бы, делаем вечером этот малоэффективный гемодиализ, и на следующий день уже либо, ну, по уровням очевидно смотрим. Можем сделать второй малоэффективный гемодиализ, можем сделать уже нормальный сеанс. Большое спасибо. На самом деле наши коллеги просто предоставили интересную информацию. Дело в том, что клиническую симптоматику, которую они описали, это практически, если мы берем хроническое почечное повреждение, это четвертая стадия ХБП. То есть рвота и уровень изотемии просто колоссальный. Просто можно снять шляпу перед коллегами. У вас очень-очень тяжелая работа. Вам огромное спасибо за такой работой. Спасибо большое. Спасибо большое. Далее еще, пожалуйста, вопрос. А можно быстрый вопрос? Мало относящийся к теме доклада, но в целом вы, как вы, сталкиваетесь с последствиями, наверное, отсутствия скрининга национального. То есть есть какой-то скрининг рака шейки матки, то есть эти пациенты куда-то попадают, там, не знаю, к семейному врачу, там, к терапевту. То есть как они вообще доходят до четвертой стадии без скрининга? Ну, такой очень тонкий вопрос. Я не являюсь онкологом. Я не могу судить о скрининге онкологическом данной патологии. Ну, скажем так, все женщины определенного возраста. Проходит скрининг рака шейки матки в стране или нет? Ну, видимо. Должны, должны. Видимо, правда. Видите, тут еще играет роль еще небольшой комплайнс пациента. У нас, как говорил Дмитрий Дмитриевич, область большая. Не все готовы ехать и обследоваться. Продолжение следует... Продолжение следует...